Я думаю, будет очень правильным поставить такую, подвести такую очень плодотворную и четкую черту под нашим сегодняшним уникальным действом. Итак, дорогие дамы и господа, уважаемые гости Харьковщины, надеюсь, каждый из вас вынес максимальную пользу из сегодняшнего форума, который мы провели здесь, на Харьковщине. Мы стремились создать для вас всевозможные благоприятные условия. Состоялись содержательные панельные дискуссии, заинтересованные стороны могли провести двусторонние встречи, на месте ознакомиться с работой конкретных предприятий и конкретных организаций Харьковской области. Подписаны важные международные документы. Это дополнительное соглашение с Американской торговой палатой, которое переводит наше сотрудничество из декларативной в практическую плоскость. Это и меморандумы о сотрудничестве между Харьковской областной администрацией и канадско-украинской, а также австралийско-украинской торговыми палатами, где отражены интересы конкретных предприятий региона. Одним из центральных событий форума стало подписание, конечно же, контрактного соглашения стоимостью почти 33 миллиона евро между Турбоатомом и австрийской компанией «Инка Трейдинг энд Инжиниринг» о поставках энергетического оборудования для модернизации действующих блоков АЭС в Европе. А именно это Болгария и Финляндия. Также в рамках форума достигнуто соглашение о контракте между Турбоатомом и американским гигантом компании «Хелтер Интернешнл», который выступает генеральным подрядчиком по сооружению центров хранения отходов ядерного топлива на АЭС Украины. Турбоатом выступит в качестве субподрядчика проекта и загрузит заказами смежные предприятия. И оно загрузит заказами смежные предприятия Харьковской области. Также проект открывает возможность расширить сотрудничество с «Холлтеком» и по другим направлениям, в частности создание АЭС малой мощности. Контракт на сумму 60 миллионов долларов США должен быть подписан уже к концу этого года. И отойдя от формата доклада, пользуясь тем случаем, что здесь на нашем форуме присутствует вице-президент «Холлтек Интернешнл» господин Аван, хотела бы задать ему вопрос, четкий вопрос. Вы готовы и подтверждаете ли вы подписание контракта на 60 миллионов долларов США с предприятием Харьковской области? Пожалуйста, господин Аван, если вам не трудно, будьте добры, микрофон, я бы хотела получить четкий ответ. Для того, чтобы мы все поняли, что это не бутафория, это не планы, это реальная работа, которая будет осуществлена к концу этого года. Мадам, я announced today, earlier, that we are going to enter into an agreement with Turbo Atom in the next four to six months. Энди, я бы попросила вас перевести, если там будет у вас возможность. Я подтверждаю, что наша компания готова зайти в договорные отношения с компанией Turbo Atom. Over the next years, we will have a 200 million dollar worth of business with Turbo Atom. И в майбутнему мы собираемся провести бизнес разом с компанией Turbo Atom в вартости 200 миллионов долларов. То есть не 60, а 200. Вот видите, день прошел не зря для Харьковской области, так точно. Спасибо, спасибо, господин Аван. Уважаемые участники форума, сегодня также сделан еще один важный шаг в развитии стратегического сотрудничества с американской компанией Babcock и Wilcox. Достигнута конкретная договоренность о масштабировании проекта по строительству двух энергоэффективных экологически чистых мини-ТЭЦ в Купинске и еще на 47 проектов в других районах области с финансированием американского инвестиционного фонда. Во время форума Харьковская область также вышла на договоренность с американской инвестиционной корпорацией MG Star Incorporated об инвестировании в социально значимые проекты на территории региона. Среди прочего, это строительство и реконструкция целых энергетических комплексов, а также модернизация инфраструктурных, коммунальных, промышленных и агропромышленных объектов. Объем финансирования по каждому из проектов может составлять от 5 до 50 миллионов долларов США. И уже сегодня мы начали обработку всех технических и юридических моментов для того, чтобы начать этот старт как можно раньше. Также в адрес областной государственной администрации, о чем говорил Дмитрий Шувал, поступило предложение от всемирно известной британской компании Adam Smith International. Эта компания является ведущим исполнительным Департаментом международного развития правительства Великобритании по внедрению таможенных и налоговых реформ во многих странах с переходной экономикой. Компания получила полномочия от правительства Великобритании на осуществление технологической помощи по реформированию работы таможенной службы в Украине. А именно Харьковская область. Харьковской области было предложено выступить пилотным регионом в реализации этого проекта. И это предложение мы будем ставить перед кабинетом министров Украины. Уважаемые друзья, считаю, что такие результаты форума красноречиво свидетельствуют. Харьковская область и вся Украина на правильном пути. У нас есть доверие и поддержка партнеров. Об этом говорят те инвестиционные проекты, которые мы сегодня обозначили. У нас есть общее видение перспектив. И у нас есть общая настроенность на конкретный и четкий результат. Сегодня я бы хотела поблагодарить всех участников, гостей форума, всех организаторов и спонсоров, все, кто получил плодотворную выгоду от этого форума и все, кто обозначил пути развития своего бизнеса. Я хотела бы пожелать нам всем успехов в наших больших начинаниях. Всегда добро пожаловать в Харьков. Рады приветствовать вас. Спасибо за внимание. Всего самого вам наилучшего. Спасибо. 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 Спасибо.